Хотелось бы представить вашему вниманию наш клинический случай на тему радио-йод резистентный рак щитовидной железы, как сегодня помочь пациенту. Пациент Б, 33-х лет, мужчина. Хотелось бы отметить, что на момент постановки диагноза... Тут немножечко масштаб можно поправить? На момент постановки диагноза пациенту было 17 лет. В 2002 году был выявлен рак щитовидной железы с метастазами в регионарных лимфоузлах и легких. В январе 2002 года была выполнена тиреоиды ктомии с удалением верьемных и загрудинных лимфатических узлов. Гистологическая опухоль представляла из себя карциномы фолликулярного и полипиллярного строения. Далее, с февраля 2002 года были проведены повторные курсы радио-йод терапии, 22 курса, вплоть до февраля 2014 года. После чего в августе 2014 года было выявлено прогрессирование в виде роста метастазов легких, прирост стереоглобулина в динамике, ну и опухоль была признана радио-йод резистентной. Можно интерактивно прогрессирование? Хотелось бы обсудить дальнейшую тактику лечения в этом случае. Что бы вы выбрали? На тот момент мы пользовались рекомендациями 2014 года, в котором на самом... В рекомендациях 2014 года зарегистрирован сарафинип в качестве первой линии терапии. Собственно говоря, первая линия с сентября 2014 года, сарафинип в дозировке 800 мг. Далее, учитывая выраженные побочные эффекты на фоне применения данного препарата, это была диарея третьей степени, остыния второй степени, ладонно-подошвенный синдром второй степени, дозировка препарата была изначально снижена до 400 мг в сутки, далее до 200 мг в сутки. Ну и в октябре 2017 года у пациента выявлено прогрессирование, рост метастазов легких, появились метастазы в кости, в мягкие ткани, в заушной области слева. Можно голосование. Какую дальнейшую тактику лечения вы бы предложили в этом случае? Первая линия у него была где-то 2 года почти, да? 2,5. Ну, на тот момент у нас были рекомендации 2017 года, в которых есть зарегистрированная опция, вторая линия химиотерапии при прогрессировании на сарафинибе, это ленватиниб. Мы использовали ленватиниб в дозировке 24 мг в сутки с октября 2017 года по январь 2019 года, плюс ранг ингибиторы, 6 введений доносумаба раз в месяц, далее по одному раз в 3 месяца. И в январе 2019 года у пациента выявлено прогрессирование в виде роста метастазов легких. На следующем слайде мы видим КТ, по которому поставлено прогрессирование. Ну и можно голосование, дальнейшая тактика в этом. То есть 2 линии таргетной терапии, сарафиниб 2,5 года или ленватиниб? Да. Это уже 2018 год? Да, уже в 2019 году выявлено прогрессирование. Угу. Что сделали мы? Ну, на тот момент у нас были рекомендации 2018 года. И как мы видим, у нас там радио-йота-резистентный рак щитовидной железы, сарафиниб 1 линия, ленватиниб 2 линия, опций для 3 линии у нас нет. Что делаем мы? Был собран врачебный консилиум. И учитывая то, что стандарты лечения исчерпаны, рекомендована попытка проведения системной химиотерапии по схеме доксорубицин в монорежиме. И в феврале 2019 года первый цикл получил пациент. Доксорубицин 60 мг на метр квадратный. Между циклами пациент начал отмечать жалобы в виде со стороны органов зрения. Отмечает падение зрения левый глаз. Со стороны костей увеличился болевой синдром. Также отмечает незаживающую лунку после удаления зуба более 6 месяцев. И тотальная лапеция после первого введения доксорубицина. Мы отправили пациента на дообследование. Была выполнена контрольная остеосцентография, на которой отмечается явная отрицательная динамика в виде новых метастазов в костях, роста старых. Также патологическое накопление радиофарм препаратов проекции нижней челюсти слева, там где была выполнена экстерпация зуба. Соответственно была рекомендована также рентгенография нижней челюсти слева. Контрольное МРТ головного мозга. Прогрессирование в виде множественных метастазов в головной мозг в количестве более 30 штук, максимальным размером 0,9 см. Органы брюшной полости, метастазы в печени, в поджелудочной железе, единичный метастаз в обеих почках по метастазу справа и слева. На данном слайде представлено КТ брюшной полости с выделенными метастатическими поражениями. При обследовании органов зрения выявлен метастаз в глаз, новообразование хориэйдэя. Ну, можно голосование. Что в этом случае мы могли бы сделать для пациента? Кроме болевого синдрома, в общем, он молодой мужчина, 33-х лет, в общем, мальчиком заболел 17-летним. И мы с 14-го года его лечим. Вот это еще одна та ситуация, как вот с больным с невыясненной перечной локализацией, который каждый раз приходит на прием и говорит, а что вы будете делать дальше. Что он, в общем, достаточно активный образ жизни ведет, такой очень позитивный парень, который, в общем, хочет жить и верит в то, что он будет жить. Поэтому выбирайте четвертую линию. Мы не можем ему отказать в лечении. Вот в жизни бывает так. Гайдлайнза нет на этот счет. Ну, что сделали мы? Было решено посмотреть основные иммунологические маркеры, PDL, MSI. Также возобновить ежемесячное введение Доносумаба. До этого, напомню, он получал его раз в 3 месяца. Также консультация челюстно-лицевого хирурга, увеличение дозы левотероксина с целью подавления ТТГ под контролем гормонов. И в качестве линии лечения, выбран сунитениб в режиме 50 мг, 4,2. И консультация лучевого терапевта на предмет палеотивного облучения головного мозга. При дообследовании училистно-лицевых хирургов был обнаружен антиостеокластический ассоциированный остеонекроз нижней челюсти слева в области 37 и 38 зубов и ветви слева. Была выполнена операция на базе первого медицинского университета. Это резекция нижней челюсти слева в марте 2019 года. На фотографиях видно до операции, во время операции, после удаления секвестров и через 3 месяца после операции. Также было произведено палеотивное облучение головного мозга. В данный момент мы имеем возможность оценить эффективность после двух циклов терапии с унитенибом. Что мы видим? Со стороны головного мозга от 14 июня МРТ стабилизация. Со стороны органов зрения метастаз в глаз также стабилен, хотя пациент отмечает, что зрение стало лучше. Из КТ органов грудной клетки и брюшной полости от 17 июня 2019 года частичный регресс в минус 34%. Одно образование в легких размером около 2 см не визуализируется в принципе. Не частично, а минор-респонс получается. Все-таки частично 50. Да, да. Клинически. Уменьшение кожных очагов. У пациента был кожный метастаз. Тут не очень хорошо видно на первую фотографию. Вот где 2 см он был гиперемирован, достаточно крупный, пациенту доставлял дискомфорт. Сейчас на фотографии, которая сделана на Канумене, около 0,7 см, менее гиперемирован. В принципе, пациента не так сильно беспокоит, как раньше. Со стороны нежелательных явлений, которые мы наблюдали на фоне проводимого лечения. Встречался ладоноподошвенный синдром первой степени. Он купирован. На четвертый день получения сунитниба у пациента была аллергическая реакция, которая представлена на картинке. Она купирована этим же днем и в принципе больше не повторялась. И артериальная гипертензия контролируется гипотензивными препаратами постоянно. Было нежелательное явление и посерьезнее. У пациента возник острый панкреатит. Также купировано. Все в порядке. Этот острый панкреатит возник в перерыв. Как раз в те две недели, когда он отдыхал от сунитнибу. Ну и можно включить голосование? Что мы будем делать дальше? Ему определили. Все отрицательно. МСА и ничего. Никаких предикторов для назначения иммунотерапии у него, к сожалению, нет. То есть если человек в сунитнии больше всего не реализует свой эффект, то использовать дальше ничего не надо. Это просто клинические исследования. Знаете, какая надежда зала? Просто потрясающая. Я тоже. Ну, на самом деле, больной отвечал на ингибиторы тирозинкинаст. И, в общем-то, я сейчас уже, вот даже, знаете, лечим этого больного достаточно давно. И, ну, уже пять лет. И когда он на Никсавар давал ужасную токсическую реакцию, просто 800 миллиграмм он вообще переносить не мог. Абсолютно. Перешли на 400. 400, он говорит, вообще живу, но чуть лучше, чем на 800. А когда оставили 200 миллиграмм, ну, он сказал, что более-менее. И так он прожил два с половиной года. Интересно, если было бы перевести на сунитениб тогда, потому что вот на сунитенибе у него он переносит полную дозу. Ну, была крапивница, которую мы убрали. И, в принципе, ладон-подошвенный синдром не очень выжженный. При Никсаваре у него была жуткая диарея. Просто потрясающе. Он говорит, я вообще выходить из дома не могу. Ну, вот сейчас он у сунитенибе, и у него, в общем, ну, так скажем, честно говоря, мы не ожидали этот эффект. Поэтому вопросы, пожалуйста. А, это как раз его фотографии ведь? Он же музыкант у нас, да? Да, но мы тоже вот немножечко подумали уже о будущем, что мы будем делать дальше, ищем какие-то варианты. Он тоже ищет активно. И вот существует программа поиска пациентов с НТРК и мутацией, и компании самостоятельно отправляют даже блоки пациентов для определения этой мутации. Мы это сделали, отправили его в блок, но из-за того, что блок 2002 года, его качество не позволило определить эту мутацию. Ну, и планируется обсудить попытку повторной биопсии, может, вот этого очага, который на голове, с целью отправки, повторной отправки блока. А что тогда назначат? Там есть препарат. Если найдут мутацию, они дадут препарат, пока название непривычное, не подготовилось. Понятно. То есть есть какой-то препарат на мутацию. Но это вот сам пациент. Да. В рамках программы расширенного доступа. Он тоже там ингибитор, теразинкинос, но с какого-то рецептора другого. Да, другой рецептор. Другой рецептор. А это вот пациент. Он нам дал любезно свою фотографию, сказал, я в полном мере со своей семьёй и детьми вам не дам, а вот такую дам. В общем, вот это на сегодня. Он очень активный такой человек. Да, пожалуйста, вопрос. А представьтесь, откуда вы? Я Казань. Профессор Афанасьев. Уважаемая Маршина Вахитовна, из каких соображений вы перешли на сунетиниб из-за того, что он мультикиназный ингибитор? Многих, да, вот прямого показания при дифференцированном раке нет. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот, значит, возможно изначально это всё-таки был б-клеточный рак щитовидной железы, который вот обычно так идёт агрессивно. И последнее. Наверное, здесь целесообразно брать на гистологическое, моногистохимическое исследование, на молекулярно-генетическое новый очаг, потому что в новом очаге будут другие свойства опухоли. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, во-первых, мы выбрали тирозинкиназа, потому что тирозинкиназа зарегистрирована для щитовидной железы. И в первой линии, во второй. Мы просто взяли ещё один аналог. Да, сунетиниб менее широкий, чем сарафиниб, но так как был эффективен сарафиниб практически два с половиной года, мы решили попробовать сунетиниб. Это первое. Второе, то, что касается агрессивного течения, но я считаю, что оно не агрессивное. Заболел он мальчиком в 17 лет. Уже тогда была метастатическая стадия. На сегодняшний день ему почти 34 года. Получает он по поводу метастазов 5 лет лечения. И я думаю, что мы ещё пока, наверное, не остановимся. И, может быть, у него будет очень хороший эффект ещё от сунетиниб, потому что он есть 30% минус. Это второй вопрос. А третий, ну, что мы сделали? На самом деле мы думали о биопсии, но вот сейчас в рамках вот этого нового исследования мы обязательно сделаем биопсию и опять пересмотрим блоки и стёкла. Но мы сделали иммуногистохимию, там подтвердили, что это папиллярный рак щитовидной железы. Мы сделали PDL, мы сделали MCI, мы всё делали. Мы делали HER2-Neo, мы искали все точки, которые мы знаем. К сожалению, мы ничего не получили. Даже редмутацию смотрели. К сожалению, ничего не получили. Вот так получилось. Поэтому сейчас попробуем, может быть, но мы сделаем биопсию и посмотрим, может быть, получим вот эту мутацию. На самом деле, как бы, честно говоря, вот невозможно ему остановиться в лечении, сказать нет. Спасибо большое. Ещё вопросы есть? Может быть, у кого-то какие-то есть высказывания? Может быть, какие-то есть, у нас есть с вами время. Может быть, есть какие-то свои случаи, которые, в общем-то, нам всё-таки нужно работать в рамках гайдлайнзов, в рамках КСГ, которые нас сегодня обязывают работать, да, в рамках стандартов. Или всё-таки у нас есть какие-то пути отхода для того, чтобы лечить вот таких больных. Всегда сложность, случая заключается в том, что когда больной имеет статус 0,1. Это всегда, ну, я не знаю, это не проблема, это хорошо, конечно, да, когда опухоль неактивна с точки зрения, она не нарушает функцию органов, и пациент чувствует себя нормально. Когда пациент ослаблен, когда он теряет вес, и когда мы видим активность, биологическую активность опухоли, тогда мы совершенно с вами спокойно, даже внутри психологически назначаем БСПО-ТФК, устраивая его в отделение палиативной медицины, и как-то, в общем, подумав о том, что мы исчерпали всё, мы совершенно спокойно закрываем историю болезни и говорим, что всё. Но вот когда вот такие пациенты, которые не входят ни в какие гайдлайнзы, ни в какие стандарты, они не входят ни в какие КСГ, они не входят, но они при этом хотят лечиться, и ты как врач понимаешь, что этим больным может быть, можно на самом деле помочь, и хочешь помочь с коллегами, то, в общем, это, конечно, всегда трудный случай. Он требует, наверное, коллегиального решения, и вот мы для таких больных как раз собираем достаточно большое количество всегда людей, возможно, может быть, специалистов не только нашего учреждения, но и специалистов других онкологических учреждений для того, чтобы нас как-то поддержали в наших начинаниях, потому что, в общем, это непросто на самом деле. Ну, если нет ни у кого никаких замечаний, высказываний, вопросов, спасибо вам большое за участие. Сейчас будет открытие конференции. Да, спасибо всем большое. Спасибо.